Ребята, приветствую! Меня зовут Леонид Скобцов и сегодня предлагаем поговорить о шлемах Oakley. Мод 1, Мод 3 и Мод 5. Первое, что ощущается, когда берешь в руки любой шлем Oakley, это целостность. Что эта вещь доработана до конца и вообще не возникает никаких претензий к производителю. Они продуманы, легкие, по дизайну минималистичные и очень крутые. Но обо всем по порядку. И начнем с модели Мод 1. Мод 1 обладает InMold конструкцией. Что это значит? В шлеме используются два основных слоя. Внутренний и внешний. Внутренний слой выполнен из EPS-пены, который поглощает основную кинетическую энергию от удара. А внешний покрывается тонким слоем сверху, который помогает распределить силу удара из точки по всей его площади. И служит декоративной составляющей. К тому же такая конструкция более аэродинамична и стойкая к вмятинам и трещинам. Боа. Об этой системе уже не имеет смысла говорить отдельно. Так как она знакома каждому, кто каким-то незначительным образом завязан на спортивной экипировке. Простым языком, Боа представляет собой крутилку с тросиком внутри шлема. Которая помогает подогнать объем изделия и зафиксировать его плотно и комфортно на любой форме головы. Также отдельный респект хочется выразить окли за заглушку, идущую в комплекте. К примеру, если вы захотите снять систему крепления маски к шлему. Это заходит тем, кто маску любит одевать под, а не сверху шлем. Отдельный восторг и похвала так называемой системе Фидлок. Это магнитная защелка ремешка, которая фиксируется и снимается без каких-либо усилий. Неважно, в варежках вы или в перчатках, все очень просто. Тупо накидываете ремешок на его вторую часть, и он сам садится на свое место. А снимается простым и легким движением одной руки. В этом году ребята поработали над дизайном внутренней подкладки с ушами и сделали ее больше похожей на шапку. К тому же она полностью снимается, и ее можно постирать в машинке. Идеальная опция для тех, кто проводит на горе очень много времени. Конечно же, шлем обладает вентиляцией, состоящей из двух каналов в лобной части, двух каналов в верхней части и двух каналов в тыльной части. Все работает, все проветривается. Что по совместимости с масками и дизайном? Форма шлема совместима со всеми масками Окли. Нет, даже не так. При покупке этого шлема логично будет приобрести маску Окли, так как его форма создавалась под посадку масок из линейки Окли и гарантирует минимальную щель между двумя изделиями, что придает лучшую вентиляцию и не позволяет скапливаться излишком конденсата внутри линзы маски, где следствием является меньшее запотевание линзы. По дизайну и форме вопросов вообще никаких. Такая скейтовая форма, очень лаконичная, красивая и, как по мне, большего ей не нужно. Кстати, для детишек была доработана тыльная сторона внутренней подкладки шлема, которая не дает ему задираться наверх головы, что максимально обеспечивает безопасность и защиту ребенка. МОД-1 может быть интересен мужчинам и женщинам, парням и девчонкам, мальчикам и девочкам, тем, кто ищет для себя простую и стильную защиту на свою голову. В наличии есть выбор по размерам S, M и L, а также серия YOS для подростков и детишек в размерах S и M. МОД-3 обладает такой же конструкцией InMold, как и МОД-1, но дизайн самого шлема, как видите, уже другой, и он также по-своему хорош и придает не менее интересный лук. Эта модель оснащена системой BOA, с помощью которой мы можем подогнать посадку самого шлема максимально комфортно и плотно к голове. Петля для крепления маски. Так же, как и МОД-1, в комплект входит заглушка. К примеру, если вы захотели снять систему крепления маски, то теперь у вас есть возможность закрыть посадочное гнездо крепления заглушкой. Вуаля, дырок нет, что выглядит гораздо эстетичнее. И это реализовано специально для тех, кто любит одевать маску под шлем. Система FID-LOCK. Это очень удобная магнитная защелка ремешка, которая фиксируется и снимается одной рукой. Достаточно просто накинуть одну часть на ответную, и защелка сама садится на свое место. Снимается также простым движением одной руки. МОД-3 имеет съемный внутренний подклад из технологичной ткани X-TATIC, которая поглощает неприятные запахи и бактерии. А также ее можно всегда постирать в машинке, и это очень удобно. Самым главным отличием этого шлема от модели МОД-1, безусловно, является регулируемая вентиляция. В жаркий день ее можно и нужно держать открытой, а в холодной или пасмурной с осадками вы всегда можете ее закрыть простым движением руки. Следующим бонусом у этой модели является сменный козерек в комплекте. Называется Modeler Bream System. Это пушка-бомба. Вы всегда можете поменять дизайн как самого шлема, так и четко подогнать раму маски под раму каски, тем самым давать возможность работать в вентиляции как в оптике, на глазках, так и защите на голове. По совместимости с масками вопрос даже и не ставится. С опцией смены козырька вы всегда подгоните любую маску оклей под шлем, что будет гарантировать вам четкое прилегание и минимальную щель между рамой маски и шлема. А по опыту скажу, что дизайн Mod3 достаточно универсален и подходит под большинство масок других брендов. Но очень важный момент. Всегда при выборе шлема приносите свою маску, если она у вас есть. Ну а если ее нет, то вам помогут разобраться ребята-консультанты в магазине. Для кого и чего этот шлем? Модель Mod3 позиционируется как All Mountain Unisex шлем. То есть он подойдет абсолютно всем и под любой тип катания. В наличии есть выбор по размерам S, M и L. Вот мы и подошли к самой топовой модели в серии Mod5. Одно из самых главных отличий этого шлема от предыдущих моделей является его гибридная конструкция InMold и ABS-пластик. Это видно невооруженным глазом, где сам шлем состоит из двух частей. Видите, задняя часть шлема покрыта классическим пластиком, который используется в моделях Mod1 и Mod3. А в передней части, уходящей в височную зону, используется уже более прочный ABS-пластик, степень защиты которого уже выше. Плюсом к этому пушечный дизайн в стиле космоса. Как и в предыдущих моделях, Mod5 оборудован системой BOA, которая располагается по всей окружности внутренней части шлема. И с помощью этого колесика мы можем регулировать посадку шлема, обеспечивающую плотное и комфортное прилегание к голове. Конечно же, петля для крепления маски сверху шлема, что дает гарантию, что маска не слезет со шлема. И тут же у нас в комплект входит заглушка под крепежную систему маски, что дает нам опцию скрутить вот этот вот крючок и закрыть эту дырку. По итогу шлем будет выглядеть более эстетичнее и целостнее. Это реализовано специально для райдеров, кто любит одевать маску под шлем, а не сверху классическим методом. Система защелки FeedLock. Не устану повторять, эта фишка одна из самых полезных и удобных, что я видел. Застегивать ремешок шлема стало максимально удобно, и не нужно снимать перчатки или варежки для этого. Все делается одной рукой и простым движением. Если вы хотите застегнуть ремешок, то вам нужно просто поднести одну часть крепежа к ответной части, и защелка за счет магнита сама найдет свою позицию и застегнется. А для того, чтобы открыть эту систему, вам достаточно сделать простое движение двумя пальцами. Просто вышка. Внутренняя подкладка выполнена из технологичного материала X-TATIC, который поглощает неприятные запахи и бактерии. К тому же ее легко снять и постирать в машинке. Очень удобно для тех, кто много времени проводит на горе. Плюсом к этому, если на горе очень тепло, то легко можно снять уши вместе с подкладом и кататься без них. Эта же опция реализована на моделях MODE 1 и MODE 3. В комплект к этому шлему входят дополнительные сменные козырьки. Система называется Modular Prime System, с помощью которой мы можем подогнать маску любого объема и размера, тем самым исключить зазоры между рамой маски и шлема. Как и у модели MODE 3, тут регулируемая система вентиляции, где система Modular Brim System является одной из составляющих и помогает прогонять воздух через вентиляционные каналы снизу маски, через козырек и далее в тыльную часть шлема. Тем самым не позволяет скапливаться конденсату внутри оптики и исключает лишнюю влагу на голове. Так же, как и модели MODE 1 и MODE 3, модель MODE 5 гарантированно подходит под серию масок Oakley, а с возможностью смены козырьков эти шлемы становятся максимально универсальными, которым можно будет подогнать большинство масок разных форм и размеров. Но, несмотря на универсальность, очень рекомендую при подборе шлема привозить с собой свою маску, если она есть. Ну а если нет, то задача упрощается, и вы всегда сможете подобрать себе подходящий вариант прямо в магазине. Oakley MODE 5 позиционируется как Big Mountain All Mountain Unisex шлем. Простым языком он подойдет, как и под очень серьезного райдера, катающегося в больших горах вне трасс, а также для райдеров, кто катается по трассам внутри курорта и ищет для себя максимальную производительность и защиту, неважно, мужчина это или девушка. В наличии есть выбор по размерам S, M и L. Отдельной сноской мы решили рассказать про технологию MIPS, которая как комплектуется, так и не комплектуется в шлемах Oakley MODE 1, MODE 3 и MODE 5. Прошу учитывать это при подборе шлема. Так вот, что такое MIPS? Аббревиатура MIPS расшифровывается как Multidirectional Impact Protection System, а на русский разнонаправленная система защиты. Эту технологию придумали в 2000-х годах в Швеции. Как она работает? Главной идеей работы этой системы является снижение ротационных воздействий падения при занятии спортом или любой другой активности, где скорость является ключевым фактором. К примеру, велосипед, мото, сноуборд, лыжи, скейтборд, вейк и многое-многое другое. Работает это так. Между скорлупой и наполнительным шлемом внедряется конструкция со слоем пониженного трения, что в свою очередь снижает ротационные нагрузки до 50% в сравнении с обычными шлемами. Простым языком, при падении головой на скорости в шлеме с технологией MIPS, ваша голова не будет останавливаться так резко, как в обычном шлеме, что существенно снижает риск получить серьезную травму головы. Чтобы понять, комплектуются ли шлемы этой технологии, вы можете посмотреть на изделие, и там должен быть соответствующий ярлычок MIPS. Или просто спросить у наших консультантов прямо в магазине. Ну что же, надеюсь, вы не потратили свое время зря, и этот обзор был вам полезен. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Мягкого снега и безопасного катания, друзья. До встречи на горе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok